Топливный рынок в Казахстане лихорадит. На этой неделе резко подорожал автогаз. Первыми изменения ощутили жители Октябрьской области. Там жиженое топливо стали продавать по 75 тенге за литр. На некоторых заправках его отпускают по талонам. Хуже ситуация на севере республики. В Петропавловске газ подорожал на треть с 85 тенге до 110. Повышению цен тоже предшествовал дефицит. Чиновники, правда, утверждают, что запасы горючего есть, а по бумагам газ и вовсе якобы можно найти по 91 тенге. Но водители боятся, что скоро он сравняется по стоимости с бензином. Ездил по всему городу. Газ 110. Дорого. Ну, куда деваться? Заправляйся и все. У него еще машина, средства передвижения. Он инвалид. Я инвалид второй группы. Мне на бензине дорого, на газу дешевле, а сейчас одинаково становится. Проблемы третью неделю в стране и с другим топливом, дизельным. На Западе и вовсе острый дефицит. Дальнобойщики рассказывают, АЗС ввели лимит на солярку и подняли цены в ТРАУ, где есть собственный нефтеперерабатывающий завод. Стоимость литра дошла почти до 300 тенге. Заправляют только раз в сутки. Только на казманной газе можно залить и то не больше 100 литров на одну машину. А это очень мало. С таким объемом нереально куда-то выезжать. Да и дорого стало. На некоторых по 298 за литр просят. А еще водители вдруг стали жаловаться на качество солярки. В Алматы из-за этого встали автобусы. Топливо просто замерзло. Хотя температура воздуха тогда еще не опускалась ниже нуля. Шоферы рассказывают и показывают, как солярка буквально превращается в парафин и ломает их машины. Весь в парафине забитый. Поэтому машина не заводится и глохнет. Полный коллапс произошел. Вчера пришел на рабочее место, вроде бы завел машину. Машина выехала только до поворота и заглохла сразу, моментом. Я не понял, что случилось. Думаю, солярка вроде бы не должна была замерзнуть, потому что плясовая погода с газовой горелкой, и мы начали отогревать. Получается, не просто бак отогревать, мы начали отогревать парафин. Там один полнейший парафин. То есть, получается, качество солярки абсолютно не соответствует стандарту. Оказалось, что в самый крупный город страны просто не успели завести зимнюю солярку. Да и заводы стали выпускать это топливо только с начала октября. Никто же, конечно, не предполагал, что похолодать может раньше. Такой безответственностью недовольны и недальновидностью чиновников возмущены депутаты. Они недовольны и требуют провести проверки, выяснить, что происходит с дизельным топливом, почему его не хватает, кто накручивает цены, и как эта проблема стала для нефтяной страны хронической. Последствия же ощутили на себе как население, так и бизнес. Нарастает социально напряженность среди перевозчиков, которые не находят правильной реакции со стороны государства. Госорганы предпочитают не признавать дефицит, ссылаясь на общий достаточный объем остатков нефтепродуктов. Но автовладельцам и перевозчикам нужны неотчетные данные о возможности свободно заправиться на АЗС. Топливный кризис, который в настоящее время разворачивается в Казахстане, это не перебои на АЗС, а глубокий системный кризис в управлении отраслью. Тому, кто отвечает за отрасль, министру энергетики Максиму Мирзагалиеву, пришлось объясняться не с депутатами, а с журналистами. Глава ведомства заявил, что дефицит солярки возник из-за того, что казахстанцы стали слишком много ее покупать. Если говорить про объемы потребления в стране, то объемы потребления у нас составляют исторические. Вот в эти месяцы порядка 400 тысяч тонн. Но в этом году, в 2021 году, мы зафиксировали рекордный объем потребления. Такого не было никогда. То есть было потреблено порядка 520-540 тысяч тонн в августе и в сентябре месяцах. То есть на 100-150 тысяч тонн у нас произошел рост. А что касается цен, то их никто не регулирует и не собирается. К тому же нефть дорожает, говорит министр. Вот стоимость солярки и растет. Надо сказать, что цены на дизельное топливо, как и на другой ГСМ, они не регулируются. То есть они регулируются рынком, исходя из спроса и предложения. Поэтому наше министерство, оно к ценообразованию никакого отношения не имеет. Но если вы отслеживаете, то понятно, что сейчас идет и рост цен на нефть. Буквально за пару дней цена выросла с 78 до 82 долларов. Естественно, цены на ГСМ, они коррелируются с ценами на нефть. Единственное, что может сделать правительство, проверить нефтебазы на предмет укрытия горючего и закупить дополнительную партию в России. Оттуда обещают привезти 100 тысяч тонн. По какой цене будут продавать казахстанцам, пока неизвестно. Но вот на заправках Петропавловской, где уже торгуют зимней соляркой, за литр просят 315 тенге.